есть на земле места где по непонятным причинам исчезают люди одно из них долина безголовых в канаде которая по своей дурной славе вполне может соперничать с бермудским треугольником началось все в конце 19 века сюда гонимые золотой лихорадкой стали прибывать толпы золотоискать данная долина расположена вдоль реки саут на хан на севере канады и внешне ничем не отличается от подобных мест в данном регионе однако именно там регулярно происходят происшествия с людьми которые не имеют объяснения первый зафиксированный случай произошел здесь еще в конце 19 века когда большое число золотоискателей отправилась в долины рек канады на поиски золотых месторождений те несчастные которые направились в долину реки саут на хан затем бесследно пропали поначалу их пропажа не вызвало никаких подозрений но когда в 1898 году исчезла группа сразу из 6 человек местные жители основательно призадумались к тому же начали распространяться слухи что охотники находят скелеты людей без головы после этого долина получила дурную славу ее стали называть проклятой и предупреждать всех кто намеревался отправиться туда для поиска золота однако эти предупреждения не останавливали крепких и вооруженных парней которые ради золотого песка были готовы сразиться хоть с чертом в 1905 году братья франк и вильям маклеот вместе со своим другом робертом виром несмотря ни на какие предупреждения родных и знакомых все же отправились искать золото по каньону который ведет к этой долине затем все трое исчезли без следа через три года их обезглавленные скелеты случайно были обнаружены местным охотником путешественники были опознаны по уцелевшим лохмотьем одежды оружию и амулетом со временем зловещее место обросло слухами об огромных залежах золото из-за которого люди и теряли свои головы жажда богатства толкала в долину все новых и новых жертв и она регулярно поглощала золотоискателей возвращая лишь безголовые останки пропадали не только золотоискатели но и охотники полицейские любители острых ощущений ходили жуткие слухи об их исчезновениях или смертях многие говорили о возможных нападениях преступников на золотодобытчиков которые убивали и забирали намытое золото а головы отрезали для того чтобы сбить с толку полицию и затруднить опознание жертв ряд местных жителей верили в существовании в долине безголовых представителей таинственного племени которая охраняла сказочное богатство этого места а индейцы из селения на хане бьют были уверены что в долине живет семейство сосквачей аналог снежного человека которые охраняли свою территорию и отрывали головы всем чужакам которые заходили на нее это аномальное место вызывало немалый интерес у ученых мистиков криптозоологов и уфологов в 1962 году небольшой экспедиции под руководством блэйка маккензи была предпринята первая попытка разгадать тайну зловещей долины планировалось что ее участники установят причину загадочных происшествий в этой аномальной зоне однако весь состав экспедиции таинственным образом пропал через время были обнаружены их изуродованные тела безголовы в 1 1965 году два шведа и немец отправились по саут на хан на каное и также пропали без след следующие экспедиции в долину безголовых готовились уже более основательно и хорошо оснащались в 1978 году в эту зону направилась экспедиция из шести человек под руководством ученого хэнка мортимера они были оснащены оружием современными средствами связи и оборудованием по прибытию в долину экспедиции был разбит лагерь мортимер вышел на связь и сообщил о начале исследований однако закончилась она в тот же день 18.00 экспедиция вновь вышла на связь и один из ее участников очень испуган и прокричал из скалы выходит пустота это ужасно затем связь оборвалась и больше не возобновлялась всем сразу стало понятно что с экспедиции случилась беда в долину безголовых экстренно вылетел вертолет со спасателями на борту однако в указанном месте к удивлению прибывших лагере экспедиции не оказалось ни палаток ни людей ни оборудования обнаружено не было в ходе наземной поисковой операции через шесть дней спасателями было найдено изуродованное тело без головы одного из участников экспедиции остальные пропавшие так и не были обнаружены следующая экспедиция по инициативе немецкого журнала шпигель отправилась в зловещее место в восьмидесятом году предполагая что все смерти в долине связаны с человеческим фактором для безопасности в состав группы были включены три бывших американских спецназовца которые прекрасно владели оружием и были подготовлены к любым непредвиденным ситуациям предполагалось что они обеспечат плодотворную и спокойную работу ученых но и они не смогли спасти экспедицию все участники которые также исчезли еще одно таинственное исчезновение произошло в 90-м году жертвами стали три молодых человека студента которые самонадеянно отправились в долину чтобы раскрыть ее тайну в 1997 году в долину безголовых отправилась очередная экспедиция она состояла из специалистов по аномальным явлениям из разных стран которых охраняли военные учитывая предыдущий опыт экспедиция была оснащена бронированным транспортом и бронированными вагончиками для проживания военные имели в своем распоряжении современное оружие а за лагерем велся постоянный видеоконтроль за первые два дня никаких происшествий не произошло а вот на третий день от экспедиции поступило сообщение нас окружает густой темный туман затем связь прекратилась когда туман рассеялся в долину были направлены вертолеты спустя 30 минут они были на месте однако как оказалось спасать было некого там куда прибыла команда никого не обнаружили многочисленные загадочные исчезновения в долине безголовых а также предание индейцев которые предупреждали о том что нельзя посещать эти места лишь добавляют мистики при попытке объяснить что же происходило и происходит в зловещей долине техника и специальное оборудование не могли зафиксировать ничего экстраординарного так как они просто выходили из строя сейчас мало кто посещает эти ужасные места за долиной наблюдают лишь спутники по этому поводу местные жители очень точно говорят чтобы посещать долину безголовых надо быть по-настоящему безголовым на земле есть много прекрасных уголков которые являются настоящими чудесами некоторые поражают своей красотой ландшафта другие необычным сочетанием флоры и фауны или исключительностью в своем роде а третье представляют интересные необычные явления которому относится феномен в долине джатинга август месяц общеизвестно является месяцем звездопада однако если вдруг удастся побывать в это время в северо-восточной части индии то можно увидеть загадочный феномен как посреди ночи с неба начинают падать птицы это удивительное и странное событие во всем мире наблюдается только в долине джатинга штата осам этот необъяснимый феномен происходит в джатинге каждый год и никто не понимает почему птицы в эти ночи падают на землю или кружится низко над землей не боясь людей и огня местные жители деревне джатинга говорят что такой удивительный птицы пад посланным богами за то что они очень миролюбивый и добрый народ потому они радостно принимают дары богов собирая урожай птиц в дни веселых праздников ученые проводили различные исследования и эксперименты этого феномена но им удалось выяснить лишь то что птицы не летят на искусственное освещение и ведут себя странно только тогда когда в долине поднимается странный ветер и приходит безлунная ночь ученые орнитологи пришли к выводу что причинами странного птицепада служат геофизические аномалии и особое состояние атмосферы которые накладываясь друг на друга сбивают птиц пролетающих над долиной нарушая работу их нервной системы но это только гипотеза которая еще нуждается в экспериментальной проверке птицы в полетах ориентируются по солнцу луне звездам магнитному а может быть и гравитационному полям земли для некоторых очевидно ориентиром могут служить определенные флуктуации в атмосферном давлении ученый предполагает что под долиной находится магнитная аномалия но ее воздействие проявляется только при определенном состоянии атмосферного электрического поля и только ночью друзья если вам понравилось видео ставьте лайк или дизлайк если наше видео вам не понравилось а также напишите в комментариях что вы думаете об этих таинственных происшествиях которые происходили в долине безголовых субтитры сделал DimaTorzok